Микс Ньюс Добрый день, 12.14 на часах. Мы начинаем традиционно программу «Разворот». Сегодня проведу ее я, Алена Борисова. Помогает мне звукорежиссер Евгений Копеин. В гостях у нас сегодня представитель Ассоциации семейных врачей и, соответственно, семейный врач Пауз Принцесс. Здравствуйте. Здравствуйте. Сразу напомню, телефонный прямого эфира 672-12-939, 672-13-939. Звоните нам, задавайте вопросы семейному врачу, если у вас таковые имеются. Также пишите нам в WhatsApp 2061-91. Также будем зачитывать ваши сообщения. Ну, наверное, хотелось бы начать с актуальных событий, с готовящегося протеста, который уже назначен 7 ноября. Я так понимаю, 29 октября состоялась большая конференция, на которой присутствовали медики, представители различных профсоюзов, сотрудников здравоохранения. И вот было действительно принято решение всем вместе 7 ноября выйти на улицы конкретно, если говорить про Ригу, к зданию Сейма в 8 утра и отказаться в этот день от своей работы. Вот такой вот создать в Латвии один день без врача, чтобы показать всем, в частности политикам, как это будет. Может быть, немножко об этом попотребнее, потому что вы работаете в Венспилсе, сегодня приехали в Ригу, и планируете ли вы тоже 7 ноября возвращаться, либо в Венспилсе будет проходить своя акция? Акция проходит в любой практике, где врач не будет на месте. То есть это, в принципе, уже участие по-нашему в этой акции. То есть не обязательно ехать куда-то там или возле Сейма, но мы призываем всех врачей, которые могут и которые имеют такое вот желание приехать к Сейму и участвовать не только так, что уйти из практики. Но поскольку в этот день будет очень мало врачей, я уже сейчас думаю, что акция набирает до сих пор и только обороты. И насколько мне известно, в Венспилсе не будет работать даже целое отделение больницы, в том числе кардиологи и другие. Я предполагаю, что поскольку я не буду на своей практике работать, но я все-таки буду находиться в Венспилсе, потому что мои медработники, сестры будут работать, они, в принципе, будут оценивать моих пациентов, и мы должны выявить, если у кого-то какие-то неотложные ситуации. И в этом случае компетенции сестр может быть недостаточной. И я предполагаю, что мне могут быть какие-то звонки, вопросы. Я все равно буду заведовать своей практикой, да? Но я не буду принимать плановых пациентов или таких как бы обыденных. Ежедневный прием. Ежедневный прием не будет как таков. Меня там не будет. Но при случае каком-то тяжелом или непонятном мы должны допускать такие ситуации. И если этот больной, допустим, попадет в больницу, а там не будет кардиолога. Я вообще, в принципе, я даже не представляю, что может быть. Вот такой момент, вот, допустим, если не работают и кардиологи, и будут акции соблюдать, да? Или еще хирурги, то даже будет трудно сказать, что будет делать вообще это приемное отделение в Энспилсе, и что будет твориться в других городах, если там тоже будет забастовка, там, да, углупился или где-то, да? Так что, на мой взгляд, это еще не очень-то понятно, насколько все будет серьезно, насколько все может быть массировано. И поэтому я все-таки решил остаться в городе Энспилсе, быть на телефоне, если вдруг меня позвонит и спросит совет, моя сестра, и чтобы оценить ситуацию, насколько мой пациент сможет быть неотложный в тот момент, потому что неотложная или скорая помощь, она должна оказываться, я, на мой взгляд, все-таки. Ну, вы только что сказали о том, ну, что акция имеет такой национальный характер, потому что солидарность во всех городах врачи проявляют и действительно не приходят на работу в этот день, не придут на работу, но, тем не менее, ваши медсестры, да, ваши помощники, они будут оказывать этот вот дневной прием. Ну, это в моем случае, допустим, в Даугавпилсе, наш мой коллега из Даугавпилса, мой тоже коллега по ассоциации, член правления, он выразился, что он свою практику закроет. То есть мы, как ассоциация, не имеем права вмешиваться в своих организациях, работ наших коллег. Если какие-то коллеги нашей ассоциации решат закрыть практику, то это тоже правомерно, потому что мы, как семейные врачи, в принципе, не оказываем напрямую неотложную такую помощь, мы являемся лишь диагностами в этом случае, да. Чтобы указать и направить, да. В принципе, возможно, в ситуации, что врач закроет практику, это по совести. Если вдруг мои сестры бы вчера мне сказали, что они хотят участвовать в акции, не забастовки, в акции, то они бы имели такое право. Просто они мне бы написали заявление, но поскольку они не выразили такое активное желание, ну, как бы потерять заработок за этот день тоже, в принципе, да, и они решили остаться. Так что я думаю, как бы это довольно разумно. Пока что не понимаем, насколько это все серьезно вообще обвернется, потому что, ну, если действительно больных повезут, и будут какие-то случаи, и даже в больницах не смогут с ними вот справиться, то, возможно, какие-то врачи будут на телефоне что-то как-то коррегировать ситуацию. Ну, чтобы все-таки не пострадали по очень серьезным проблемам наши больные. Господин Принцесс, Вы представляете ассоциацию именно семейных врачей в Латвии национальной масштабе. Скажите, на сегодняшний день известно, вот сколько врачей, входящих в ассоциацию, может быть, о своих коллегах, они тоже рассказывали, готовы принять участие вот по Латвии? Не могу сказать, это очень быстрая такая акция, довольно коротко был срок нам, ну, как бы информацию набрать, я не могу это ответить, но наше правление проголосовало за поддержку. Главные организаторы не мы, главные организаторы это ассоциация молодых врачей в Латвии, это главные организаторы, также профсоюзные, да, те врачи, также более близко к этой организации наши коллеги по сельской местности, то есть ассоциация сельских семейных врачей, они тоже более близко к этому, они как организаторы, насколько я знаю, также Латвия Сарту Бедриба участвует. Мы поддерживаем, вот мы просто поддерживаем, мы подключаемся, но мы не главные организаторы, так что я не могу вам сказать, какие у них данные, я просто знаю, что детская больница уже объявила о участии в акции, я знаю коллег в Венспилсе, которые из больницы, которые выразили явную поддержку, так, довольно радикально, на мой взгляд, да, даже неожиданно, потому что больницы, врачи обычно, когда какие-то семейные врачи бастовали, то они не бастовали, как бы, да, но сейчас ситуация вроде изменилась, так что очень возможно, что будет довольно серьезная такая ситуация. Вот вы привели в пример, что даже не можете себе представить, если, допустим, 7 ноября, когда многие врачи не выйдут на работу, допустим, кому-то будет необходима помощь, допустим, кардиолога, да, его нет на месте, что тогда будет? Допустим, если эта акция пройдет, действительно, во многих практиках будут предусмотрены и помощники, и медсестры, и ничего вопиющего не произойдет, то есть ни о каком случае пациента, там, не знаю, с острой какой-нибудь ситуацией не поступит, то все пройдет, может быть, даже тихо, да, и никакого отклика, я не хочу никакую накликать в беду сейчас, я не к тому, я к тому, о, может быть, степени какой-то показательности для политиков, да, то есть что-то должно случиться, чтобы они отреагировали, потому что, несмотря на заявленные вами акции протеста, они уже сейчас точно говорит, министр финансов Янис Рейерс, да, что денег не будет, это точно. Премьер-министр сказал, что в данном случае сравнил эту ситуацию, с, допустим, с человеком, которого имеют, ну, имеются проблемы со здоровьем, с ожирением, что в данном случае нам придется отказаться от торта, и вот это торт медиков, да, который необходимо принять и как-то держать себя в рамках, и поработать, ну, в таких вот обстоятельствах еще год, допустим, да, то есть уже есть две реальности, ваша о заявленной акции, и кабинеты министров, которые говорят, что все же решено ничего не сделать, да, что это даст? То есть есть две правды, я просто хочу понять, не дай бог будут пострадавшие, да, после этого дня, а если политики уже твердо стоят над своем, то где вы видите решение этой проблемы? Знаете, всегда раньше, когда акции, как бы, организовала как раз наша ассоциация, да, были, были нам, мы организовали забастовку два года назад, если вы помните, да, в то время мы были организаторами, главными, тут мы не главные, мы не можем сказать, как видят ситуацию сами организаторы, мы просто поддерживаем. Вы думаете, у них отличается видение от вашего? Я пока не знаю, у нас нет четко, так мы слышали, что они думают, ну, что больше у них идет такое, что мы все как бы вместе хотим сказать кабинету министров, что ситуация в медицине до сих пор плоха, она по закону должна решаться, в законе были отговорены деньги, то есть это был бюджет, который утвержден законом, и до сих пор это не исполнено, но это уже закон, то есть в данный момент нарушили закон наши правители, не врачи, правители, они не соблюдают закон, собственно принятый, и вся ответственность, на мой взгляд, все шиши, стопроцентно, это в стороне министров, кабинет министров и политика, в том числе Сейма, в том числе, которые единогласно проголосовали за этот бюджет, за закон, в принципе, это закон, бюджет, он уже преднамеренно предсказывал такую ситуацию, мы это говорили давным-давно, что придет время, что так и будет, в принципе, наши люди, по сути, страдают от этой ситуации давно, если посмотреть глобально, у нас развивается платная медицина, а это уже недоступная, в какой-то мере уже многие больные не доступаются до медицинских услуг, просто потому, что на государственных деньгах не сделать эту услугу, да, в принципе, по хроническому такой оценке, мы хронически больны тяжелым диагнозом, и то, что нам сейчас приходит, это уже острая ситуация, но закономерная, которая была известна уже раньше, и тут наши ответственности, ответственности, ну, только, может быть, за саму акцию, да, как мы ее проведем, насколько разумно все-таки проведем, насколько, ну, от совести, так сказать, проведем. Просто я хочу понять, да, вы прибегаете к таким крайним мерам через жителей страны, чтобы показать тем, кто принимает законы, что будет, если зарплата не будет повышена. Да, что будет, если продолжится эта ситуация, которая уже есть и была раньше, тут ничего радикально не меняется. Я просто хочу понять, как, знаете, это как, может быть, слепому объяснять, что такое красный цвет или оттенки желтого. Допустим, если мы с вами нарушаем правила дорожного движения на дороге, превышаем скорость, мы получаем штраф, мы нарушили закон, мы должны заплатить за него, да, в результате, там, если политик не соблюдает собственный изданный закон, он должен нести какую-то ответственность. Я не знаю, вы, допустим, обратитесь в Конституционный суд, то есть это не соблюдение закона. Это один из вариантов. Да, да, да. Почему нельзя вот сначала вот этим путем пойти? Обращаться в суд в таком случае, значит, затянуть проблему, потому что это затяжная вещь. А проблема слишком острая. Мы теряем врачей каждый год. Это мы уже сейчас, ну, у нас недобор врачей и еще больше недобор среднего медперсонала. Уже сейчас очень тяжелая ситуация. Вот просто то, что мы хотим сказать, что ситуация сейчас очень тяжелая. И ответственность чисто политическая. Это решение политиков, в конце концов, выбрать, то есть все консультанты, и мы в том числе сейчас хотим сказать людям и политикам, что здравоохранение европейского понятия в Латвии на грани очень тяжелых разрушений. Ну, если это не сделать сейчас и может даже громко, то ничего не меняется и у людей, и у политиков. То есть сами политики, они же ответственны за этот принцип, за это решение свое. Нет, понимаете? Нет, они ответственны. Мы понимаем, что на правовом уровне не ответственны, но никакой ответственности они сейчас внесут. Они ответственны за законы, которые они не выполняют. Но мы не видим это реально. Первый закон – это закон демократического общества и правления самих людей, то есть нас. Если они пренебрегают к нашим интересам, вашим, моим, то, по сути, они пренебрегают к сатверсме. То, что мы врачи, не юристы, чтобы подать на них суд, вот это другое дело. Мы делаем свое дело. Мы просто показываем политикам, в чем проблема. И это решение политическое и в принципе всего общества. Если бы вы, как журналисты, и все общество восстало бы реально, вот взяло бы один день и перестало бы работать, то есть поддержало бы эту акцию просто вместе как бы. Ну, мы все вместе заодно как бы, да, и я думаю, это решилось бы еще быстрее. Но не юридически так просто, потому что юридически какие-то суды подавать – это очень большая волокита, и это продвинется год, два, три. Нам давно говорили все иностранные, европейские органы, что Латвия не выделяет, что неправильно решает вопрос медицины по сфинансированию давно, и что деньги в стране реально есть. То есть у нас прибыль идет каждый год, но куда уходят, как распределяются эти деньги, вот это незаконно, если так смотреть с точки зрения Конституции, прав человека и евростандартов. Вот это просто то, что мы хотим сказать, что ситуация уже очень-очень плоха и давно, и до сих пор реально политического решения не видно. То есть правительство за это в ответе во все сто, оно должно это коррегировать. А не врачи должны спасать, и не врачи должны идти на суд. Это абсолютно не наше дело. На суд может идти какой-то тесип, Саркс. Вот и весь вопрос. Правозащитник, да. Правозащитник, где он? У нас есть такие. Омбудсмены, юрисмены, да. У нас есть такие, пусть включаются, мы за, пусть включаются. Может какой-то депутат Сейма хочет подать суд, может кто-то хочет какие-то подписи собрать, пожалуйста. Мы открыты к этому. Так что мы просто как врачи, мы просто делаем свою работу до сих пор. А сейчас мы решили показать, насколько это важно. И я думаю, что даже порой вот такой вот эксцесс, как бы, да, мне кажется, что он более информативен, более эффективен, чем какой-то суд или какой-то там, не знаю, публицистика какая-то. Кто-то что-то написал, да. Все это прочитали, посмеялись, прокритиковались, что-то там эмоции выплеснули и все. И все. Я думаю, то, что имеем право мы делаем, имеем право такую акцию делать, делаем. Есть основа, юридически отступилась государственная, но она не просто отступилась. Она изменяет всему духу с отверстами. То есть дух с отверстами. Европейские стандарты говорят, какие должны быть эти принципы здравоохранения. Там должна быть самая большая, вот вклад, он должен быть не по остатку. Латвия финансирует медицину по принципу остатка. То, что остается, то отдадим врачам, да, так сказать, медикам, да. А наоборот, медицина, это приоритерно, и она должна стоять на высшем ступени. Да, эта оценка включает саму, так сказать, ценность общества, саму ценность государства. Если такой ценности, как здоровья в еврогосударстве нет, то это государство, на мой взгляд, не евро, не еврогосударство. Мы не евро, Европа, так сказать, да, мы что-то другое. А мы хотим быть в Европе, мы ратифицируем разные документы, там, по биомедицине, а сами нарушаем. Если посмотреть эти документы, мы давно их нарушаем, эти документы по европейским стандартам здравоохранения. Есть приблизительно четыре, которых мы… Все касаются финансирования? Да, нет, они касаются планирования, они касаются принципов. Эксперты нам говорят, что вся власть и вся дело в политических таких ценностях, ценностях, просто ценностях. Если не пересмотреть эти ценности, а в Европе их пересматривают постоянно, да, то эти ценности просто деградируются. К сожалению, у нас это происходит. Да, мы сейчас вынуждены сделать небольшой перерыв на рекламу, после чего продолжим. У нас сегодня в гостях представители Ассоциации семейных врачей, Пауз Принцесс, также будем принимать ваши звонки. Да, мы продолжаем программу «Разворот». У нас сегодня в гостях семейный врач Пауз Принцесс. Говорим сегодня о недостаточном финансировании здравоохранения, а также и перегрузке сотрудников на работе. Вот мы в первой части затронули тему бюджета, как раз-таки о планируемой акции 7 ноября. Также говорим о том, что важно выходить, может быть, не только медикам, но и всем, да, чтобы быть услышанными и как-то решать эту проблему. Давайте, может быть, сразу переймем звонок, наденьте, пожалуйста, наушники, да, ближайшие к вам. Здравствуйте, мы вас слушаем, как вас зовут? Здравствуйте, добрый день, Александр, меня зовут. Я могу доктору только одно сказать, что вся нагрузка ляжет на плечи налогоплательщиков. Вот сейчас медики выйдут, завтра пожарники выйдут, полицейские, все это хорошо. Но в бюджете дыра. Вы понимаете, что 2% от ВВП съедает много денег. На вооружение мы просто их выбрасываем. Как вы говорите, европейская ценность, там туда-сюда, это все понятно. Но деньги выбрасываются просто в мусорник. И чтобы они найдут эти деньги для вас, еще для кого-то, они повысят налоги. И с Нового года будет повышение на недвижимость, на дороги, еще на что-нибудь, активный бензин. И опять на простого человека все ляжет. Поэтому это не выход из положения. Тут надо кардинально менять политическую систему. Спасибо. Спасибо большое. Есть вам что добавить к нашему слушателю. Ну, видите, бывали хорошие случаи, когда мы не выделяли такие деньги на защиту страны. То есть 2% на оборону. Мы могли в тот момент выделить, хотя бы в те времена, ну так сказать, более-менее, может даже другие, выделить в тот момент и принципиально разделить бюджет по другому принципу. То есть мы не призываем государству кому-то что-то отнять или повысить налоги. Мы призываем разделить то, что есть, более справедливо по ценностям. Если наша ценность, допустим, политики сказали оборона, и они дают 2%, потому что там Трамп так сказал, потому что еще кто-то там так сказал, да. То, на мой взгляд, почему бы так же и не сделать по отношению медицины. Мы не являемся министром финансирования, который знает, сколько у нас бюджет, но мы говорим, что надо приоритетно отдавать тем, кому надо. Это как раз людям, в принципе, на здоровье, на медикаменты, на врача. Это же логично в европейских таких понятиях, да. А то, что выделяют там 2%, а не выделяют 4, допустим, в медицине, да, это в решении политическое. Мы не говорим, что делать там, повысить налоги государству или нет, да. Мы просто говорим, что надо делить деньги более правильно, по ценностям. Господин Принцесс, а как вы тогда оцениваете вот нынешнего министра Илзе Винкела, которая сейчас как раз-таки возглавила отрасль здравоохранения, которая, в принципе, сказала, что солидарна с медиками, что мыслями она будет с вами на этом пикете, она понимает ваши акции протеста, но в следующем году дополнительно нужны там более 40 миллионов евро, но их, к сожалению, у нее нет. Ну, это отговорки, во-первых, хотя это справедливые отговорки, она реально не финансирует бюджет так, Илзе Винкела не финансовый министр, или не премьер, да, или не налога, который набирает налогов в нашу кассу, да, которая разделяет, но что, вот, допустим, по министру могу сказать, она нажала на нас и приняла закон, как мы знаем, вот 7 июля было рассмотрение на кабинете министров, который ухудшает, в принципе, состояние, возможность наших пациентов получать медикаменты, то есть она вела такой закон, он вступает в силу со следующего года апреля, то есть закон по компенсационным медикаментам, да, который, как бы, у нас будет только самый дешевый, да, то есть мы видим, что она, ну, министр, на мой взгляд, да, тоже не содействует тому, чтобы наше общество получало лучшую медицину. А вы имеете в виду, когда в рецепте должны указывать только главное вещество медикамента, да? Именно, именно, очень качественное лекарство. А не конкретное лекарство. Да, это же как раз наш министр сделал, да. А вы против этого закона? Каринч, премьер был против тоже, да, но министр кабинетов проголосовал, они просто проголосовали, несмотря на то, что премьер это не одобрял даже, да. А вы выступаете тоже, судя по всему, да, против? Да, я выступил в тот момент против этого, я был один из, ну, там было время отпусков, это июль был, да, в принципе, общество врачей даже не поняло, что продвигается, да, и, на мой взгляд, это явный ущерб качеству, это как бы, опять-таки, пролезло, что хочет кто-то экономировать деньги, да, на лекарства, но не хочет думать, как быть доступным хорошим вот лекарством, да. То есть, как людям доступиться до хороших лекарств. Насколько я понимаю, когда за эту поправку голосовали, то объясняли ее таким образом, что семейные врачи часто имеют какие-то договоренности с фармацевтическими компаниями, и те компании, фармацевты им платят для того, чтобы они выписывали конкретное лекарство. Ну, таким образом приводили пациента именно за этим лекарством, обогащая, ну, ту компанию. И вот эту вот вертикальную, грубо говоря, линию, да, прерывать, чтобы не было никаких зависимостей. А пациент сам вправе выбрать, какое лекарство он может себе позволить, исходя из активного вещества, там, содержащегося в конкретном медикаменте. Это неправда, когда я… Этого нет. Ну, я не сказал, что нет совсем, но я не сказал, что это системная вещь. Я не согласен. И то, что мы должны понять, что сам принцип равноправия медикаментов в компенсационном рынке, вот через этот закон был нарушен, он более акцентирует… То есть это лоббизм, по сути, самых дешевых лекарств. И лоббизм жесткий. И люди будут покупать самые дешевые, да. И даже не смогут купить то, а это около 400 тысяч людей, около, ну, может, даже чуть больше, которые пьют по два, по три медикамента, которые будут ходить в аптеку, им каждые 3-4 месяца будет меняться этот медикамент. Они могут просто не понять, что за медикамент такой. Они до сих пор годами пили какой-то хороший, там, ну, для них, допустим, хороший, а сейчас будет другой. Они не поймут, они могут вообще быть в ужасе от всего этого, что там меня… Калейдоскоп. Меняется название, как пить, что за медикаменты, да. А министру, как бы, это ничего. Мы считали, что так нельзя, что те люди, которые привыкли к своим медикаментам, что тех мы и должны оставить. Просто сделайте те им доступнее, да, которые уже есть. Да, да. И закон-то ведь мог сказать очень честно, что эта часть оплачивается, ну, одно евро там, да, и если медикамент стоит 5 евро, то вы доплачиваете 4, то есть вы по своему кошельку покупаете этот же свой медикамент, да. А сейчас, в принципе, жесткий. Если врач написал, то только подешевле, ну, в принципе, да, там 30% у нас осталось. То есть прямо обязанность дешевле, да. Да, обязанность. То есть нас просто сузили с прав, даже каких-то прав, мне кажется, самих пациентов, человека. Опять-таки сузили мы права человека вот одним таким законопроектом, и сделал это как раз наш министр. Так что я не считаю, что министр с нами. Да, давайте еще примем один звонок. Добрый день, как вас зовут? Добрый день. Будьте добры, пусть ваш гость скажет, какая сумма выделяется государством за каждого пациента для семейного врача. Так как в сегодняшний день у каждого врача имеется от полторы до двух тысяч клиентов, так назовем. И еще тогда следующий вопрос. Скажите, пожалуйста, как рассматривать, потому что на сегодняшний день та система, которая создана по семейным врачам и по системе обслуживания, она не вписывается ни в какие рамки. Я скажу свое субъективное наблюдение. Моя точка зрения, что, во-первых, нужно увеличить количество семейных врачей, потому что при таком, при полторы, двух тысячах клиентов это нереальное обслуживание. Это идет свалка. Во-первых, ничего они не лечат таким образом. Также дают направление. Вот эти специалисты, которые рассматривают, они по факту не лечат, а тяплят лишь бы обеспечить деньгами, чтобы деньгами обеспечить вот это направление от семейного врача. И на этом все заканчивается. Да, пожалуйста, сформулируйте вопрос, да у нас не так много времени. Да-да, и сейчас минуточку я скажу. Есть какое-то предложение. Возвратиться к старой системе советского времени, когда все должно быть в одной поликлинике. В одной поликлинике, чтобы были все специалисты. К этому специалисту ты приходишь, он за тебя отвечает. А не ты рискал полгода, два-три месяца. В общем, нужно менять систему. А что касается денег, сколько туда не добавляй эту систему, никогда там ничего порядка не будет. Поэтому эти протесты и добавление туда миллиону, 20, 30, 100 миллионов, ничего это не даст. Спасибо большое. Я, к сожалению, не прерву. У нас не так много времени надо еще других слушателей принять. Да, пожалуйста. По поводу первого вопроса. Можете ли вы назвать сумму, выделяемую государством на одного пациента, семейному врачу? Это непростая сумма. Она около 8 или 9 евро в год. Это капитационные еще деньги. Капитационные деньги. Но они, по-моему, не предусмотрены на пациента. Они как раз на содержание штата, аренду. Я и к чему краню. По сути, это очень маленькие деньги. То, что мы получаем от клиента, это евро 42 еще, если он не является освобожденной категорией, когда он приходит. Это еще то, что мы получаем. И, в принципе, это очень маленькие деньги. В принципе, семейные врачи самые бедные, если так сравнивать с точки зрения окладов. Но семейные врачи как раз таки попали в ту категорию медиков, которым в следующем году как раз таки будет предоставлено обещанное увеличение. Нет? Не так, как нет ложной помощи и не так, как дежурным врачам, допустим, в больницах. Там, допустим, мы как семейные врачи около 13-14% со всех врачей, а мы получили только там около 10% финансирования с учетом, что это финансирование будет разделяться на меня и моих сотрудников, моих сестер. По сути, сам врач тут получает мало. Это около, ну, мы так считали, где-то 5%, да, так, в принципе, да. А в других вот, ну, где есть тоже деньги там, да, на нет ложку, допустим, там по 15%, да, на дежурных врачей там будет еще больше, мне кажется, да. Ну, мы не очень считали эти деньги коллег, да, по сути. Нам бы, ну, с одной стороны, мы рады, конечно, что иням что-то там, конечно, да, или там 5 миллионов, да, из 50, да, скажем, хотя нас около 15%, хотя семейный врач самый дешевый во всех отношениях, то есть мы как бы торпедируем, вот, то есть мы стараемся лечить тех больных, которых мы можем просто, да, и не отправляем их дальше, да. И по поводу второго вопроса. Там та структура, которая упоминалась, поликлиническая структура, мы в ней уже работали, это было в советское время, и она была очень дорога. Там одна большая проблема. То есть это обслуживание? Вся обслуживание очень дорога, потому что там пациент имел право сам ходить к специалисту или к семейному, или куда хочет и сколько хочет, понимаете. В принципе, эту систему меняла сама тогдашняя система, то есть те же… Одна вытеснила другую, да, естественным путем. Да, она вытеснила просто, естественно, потому что она, и она, между прочим, не была лучше по качеству, наоборот. Там ошибок было больше. Один врач лечил то, что второй вчера не лечил, то есть друг на друга наезжалась вот эта терапия, да. Один специалист выписывал те же препараты, другой какие-то иначе, пациент ходил по… Как бы туда-сюда получалось, да. Он как бы имел все права сходить, да, как бы не очень дорого это ему было, да. Но государству оплачивать вот каждое это похождение, ну представьте себе… Ну, к тому же, не каждый пациент может узнать, какому врачу ему надо, он сам решает… Там решал, куда ходить, понимаете, и тут вообще поликлиническая система намного дороже и не доказано, что она качественнее, да. Как раз-таки ситуация с нашим системой довольно хорошая. Чуть когда пункт главный логистический и семейный врач, да. Потому что мы все-таки врачи, мы все-таки, ну, оцениваем стратегию движения пациента, куда, ну, так сказать, направить, если нужно, да. Но очень много мы не направляем. Семейные врачи около 8 миллион раз в год встречаются со своим клиентом. Это страшно, это большая цифра. 8 миллионов раз в год? Да, раз в год наши, ну, по всем семейным год, вот так, у нас 1400 около семейных практик, да. И если каждый пациент к ним приходит, да, там по миллион, ну, там 6-7-8 миллионов в год где-то средним, да, клиенты обращаются. Ну, не говоря уже про звонков или каких-то… Это с учетом, что на одного специалиста приходится там, ну, возьмем норму, да, полторы тысячи человек. Это не средняя норма, средняя… Но это установлено Минздравом, разве нет? Я посмотрела 1500-1800. Это так называемый средний такой, да, на который рассчитывается, ну, слуадзе, да. На нагрузку, да, ставка. Да, чтобы врач не обеднел. Вот такой 1500, он получает средний такой, ну, оклад, чтобы он мог содержать практику, да. Обычно это 2000-3000. Нет, 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 меньше. Меньше. Мы идем более, ну, около 1500 меньше, чуть меньше, да. У вас, да, столько процентов. У меня 1700, но, в принципе, в среднем, в среднем Латвии около 1500 и чуть меньше, да, потому что, ну, теряем мы все-таки клиентов, да, в принципе, вымирает Латвия. И вот за год 8 миллионов, да. Ну, в среднем, да, мы встречаемся с клиентом где-то так, и можно только схватиться за голову, что будет, если эти 7-8 миллионов клиентов, ну, они одновременно могут быть один и тот же человек, да. И он может пойти и к тому специалисту, и к тому специалисту, еще к тому. Государство, наше государство с этим финансированием это никогда не потянет. Это около три раза дороже. Да, давайте еще примем звонок. Здравствуйте, как вас зовут? Я извиняюсь, доктор, на ваш взгляд. Пожалуйста, только очень коротко. Не заранчивается. Я объясню, что дело. Не обязательно, чтобы каждый мог пойти с тем же направлением, но в той же поликлинике. Чтобы каждый, там, эндокринолог, там, гинеколог и другие врачи могли отвечать за этого пациента. На сегодняшний день этот человек приходит к семейному врачу, берет направление, он пропадает на полгода, потому что он не может найти. Ни направление, ничего. Вы не устрируете, вы думаете, как сделать для людей лучше, а не сворачиваться, дайте вам больше денег. Да, спасибо большое, понятно. Ну, я говорю, это все то же самое. В Финляндии есть как раз вот такая система, почти как у нас, но только более концентрированная. То есть, около 5-6 семейных врачей работают как бы вот в поликлинике, да. И получается, что там тоже они не рады к этой системе, да, потому что даже тогда, когда семейный, один семейный принимает другого клиента от другого семейного, он все-таки его не знает. Вот в чем проблема в этой системе. Когда я принимаю чужого клиента, он для меня белый лист. Ну, конечно, надо листать всю книжку и знакомиться быстро, да, да, что было до этого, изучать историю. Просто сами финны не рады к этой системе. Давайте еще звонок примем. Здравствуйте. Добрый день, я коротко, смотрите, если мы увеличим зарплаты медикам, вы должны понимать, что это резиденты, они находятся внутри страны. И тратить они эти деньги будут здесь. Это увеличение товарооборота, и плюсы и благо. Почему их не увеличить, хотя бы с точки зрения экономической целесообразности? Очень разумно, потому что это вклад в долгоиграющую, так сказать, дело. И это отплатится стопроцентно, потому что интеллект, это является потенциалом модным, хорошим, дорогим и реально приносящим прибыль. К сожалению, эта прибыль не приносится первые пять лет. Это приносится в течение более длительного срока, около 10, может 15. Но тогда это очень серьезная прибыль. Это, можем так сказать, качество всей страны. Это качество бизнеса, это качество менеджмента, это очень многое что. Так что хорошая медицина, не зря Америка тратит 20% от ВВП. Я не сказал, Америка хорошую систему создала, но они зря, они это тратят. Обязательно во страхование. Или Германия тратит там 8%, мы тратим 3,5%. Литва 5%, Эстония 5% от ВВП тратит. То есть они поняли, что надо тратить. Если это не сделать, просто не будет у нас врачей, и не будет опытных сестер, не будет операций, не будет плановых таких государств, планируемых, которые недорогие. То есть платная медицина, она как раз развивается у нас, но она недоступна, в принципе. В принципе недоступна. А вот государством оплачиваем, она как раз нет. Вот в этом и вся проблема. Если мы говорим о деньгах, может быть вы можете привести в пример, я понимаю, что сумма везде разная, или сравнить, или назвать ежемесячную зарплату семейного врача, допустим, в Риге и в регионе? Очень отличается. У нас очень сложная вот эта система. Те врачи, которые имеют детей, две трети, да, у них коэффициент, который этот капитационный повышает намного. Те врачи к сельской местности имеют такой же коэффициент. То есть есть такой коэффициент, который повышает оклады, сколько им платится. Те, которые, вот допустим, как я, я лично сильных каких-то коэффициентов не имею. У вас дети тоже есть, вы детей тоже принимаете? Но мало. Мои более старые люди, у меня как раз наоборот, у меня инвалиды, у меня 300 более инвалидов, да, на 1700, то есть более 10%. И сколько я получаю по коэффициенту, я даже не могу каждый год понять, потому что это меняется, да, и государство меняет эти оценки, да. И мне выследить за этим почти что невозможно. Но я могу сказать, что за детей и за дальность от центров платится больше. Так что мой оклад уж точно, я, ну так, говорил с бухгалтером, что у меня около там 800-900 евро в месяц, вот средний, вот мой оклад такой, да. Да, ну, и даже бухгалтер говорит, у тебя столько денег приходит и уходит. Я говорю, ну да, но, к сожалению, я плачу своим сестрам, ну, так сказать, содержа свою практику, да, которая тоже имеет очень многие расходы. Да, и даже перетрачиваю, вид мне даже не стал отплачивать налоги, потому что я 18% только удерживаю своих денег, то есть я столько расплачиваюсь на обслуживание, что мне вид даже за 3% стал налог больше насчитывать, да. Так что я лично не являюсь каким-то там миллионером, да, и еду на работу великом, в принципе, уже 12 лет. Ну, для здоровья, в принципе, даже зимой, да. Но это для здоровья. Давайте еще звонок примем. Здравствуйте, мы вас слушаем. Вы знаете, ну, все-таки зарплату медиков надо рассматривать в контексте общей ситуации, которые в стране. Что же их выделять отдельно? Вот вам звонят пациенты, я с ними абсолютно согласен. Вам говорят, что раньше система была более эффективной, несмотря на то, что оснащенность техникой была гораздо хуже. Если бы сейчас была такая техника, тогда была техника, как сейчас, но это вообще в десятки раз было бы. Это первое. Во-вторых, вы все-таки говорите о деньгах, о зарплате, и вы все время говорите, ну вот, мы здесь, так сказать, не посчитали, там, конкретные цифры не называете. Вот возьмите конкретно, например, Галезер, сколько получает руководящий состав, сколько получают, так сказать, медсестры, сколько получают хирурги. Вот вчера звонил на Болтком один хирург, он говорит, он на семи работах работает. Вот объясните мне, как можно работать на семи работах и качественно лечить пациентов. Для меня это вообще непонятно. Я лечился в советской системе и лечился в этой системе, да, но это день и ночь вообще. Где физиотерапевтические кабинеты? Раньше в одной поликлинике можно было все пройти, и УЗИ, и разные электрофорезы, и прочее. Да, спасибо большое, но, к сожалению, время передачи подходит к концу, поэтому я вынуждена вас прервать. Ну вот, пожалуйста. Ну, то, что система раньше казалась людям доступнее и более, может, даже и правильнее, это я согласен, это казалось, но если посчитать по деньгам, сколько она стоила, то она очень дорога. Ну вот, действительно, нам звонил слушатель, представился хирургом и рассказал о том, что работать на семи работах совмещают. Ну, насколько мне знают, в среднем почти все медики работают на двух, ну, которые в стационарах, да, они на двух или трех работают, но они же, ну, понимаете, они и платно могут принять, а семейные врачи не могут. Ну, если что касается семейных, то мы такого не можем вообще. Себе позволить. Просто не можем позволить такое. Да, нам на этом пора заканчивать. Вижу много звонков, надеемся, что не первый раз вы в этой студии. Еще продолжим эту тему обсуждать в будущем. Сегодня у нас в гостях был представитель Ассоциации семейных врачей Пауз Принц. Спасибо большое, что пришли. Привела передачу Алену Борисову. Всего доброго.